Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Снова с вами, ваш Николай Сомсиков, который для вас ищет недвижимость и показывает недвижимость, которая продается на юге. Прямо сейчас наливаем чай и готовым вкусняшки, присаживаемся с вами поудобнее, потому что для вас я буду показывать домовладения. А если точнее, на участке, друзья, два домовладения. Общую площадь я хотел сумничать, но немножко не получается, потому что мы сейчас выясняем точно, сколько площадь, вот допустим, справа стороны домик, видите, да, вот так он выглядит. И вот за моей спиной тоже еще другой домик. Но визуально вот этот домик где-то около 35 квадратных метров, а вот тот домик, друзья, немножко поменьше. Самое главное, друзья, здесь цена очень интересная, ниже в описании обязательно укажу стоимость этого домовладения. И самое главное, что эти домовладения капитально, допустим, вот этот дом кирпичный, кстати, он с ремонтом, мы сейчас с вами это все посмотрим. А вот этот домик хоть саманы, но он добротный, хороший, кстати, там поменяли кровлю. Дома газифицированные. Кстати, домик этот находится, это Ставропольский край, Ипатовский район, село Тахта, вернее, переулок колхозный, если правильно сказал, номер 8. Но если что, ниже в описании все продублирую. Самое главное, друзья, будет ниже в описании указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Немножко хочу рассказать о селе. Друзья, здесь село не так сильно и не маленькое, не сильно большое, население где-то около 2,5-3 тысяч. Здесь в шаговой доступности школа немаленькая, также детский садик. Есть у нас такой мини-парк, где можно погулять. Также есть магазины, в принципе, тут тоже в шаговой доступности. Друзья, самое главное, что есть тут больничка. Если что, вдруг заболеете, вас могут на ночь положить все, что угодно сделать, прокапать и так далее. Ну и вот здесь, друзья, буквально от этого дома, здесь протекает небольшая речушка. Вы можете взять удочку и порыбачить. Вот от этого дома где-то 100-150 метров. Мне что, понравилась большая предварительная территория, не буду сильно вас мучить. Давайте вместе посмотрим с вами это домовладение. Ну и, конечно же, вы напишите ваше мнение касается этого домика. Поехали! Вот, мои хорошие, эти два домика. Вот он дом, вот этот кирпичный. А вот с левой стороны дом Саманы. Облицован деревяшкой, как я его называю. И, кстати, люди здесь поменяли полностью кровлю металлическую, даже фронтон. А вот здесь кровля шиферина, хоть старенькая, но поверьте, намного-намного вам ее хватит. Я заехал вон оттуда, где-то метров 150-200. Вот даже машина проехала, асфальтированная дорога. Здесь, видите, вот так у нас улица. В принципе, все хорошо. Мне понравилось, что здесь улица практически тупиковая. Вот я прямо отсюда вижу речушку, камыши. Все это там есть. Вода находится. Ну, здесь, конечно, речка в основном закамышованная, будем так говорить. Но есть места, где вы можете спокойно половить рыбу. Мне радует, что есть вот такие большие деревья. И вот там, друзья, предвара территория. От дороги до вашего забора расстояние здесь где-то метров где-то 12-13. Вот эта вишня, это ваша. Кстати, давайте ближе подойду к этому домику. Здесь вот видно дом кирпичный. По окнам здесь деревянные. Единственное, их надо будет покрасить и все. Ну и штапики поменять. И, кстати, они двойные. Внутри мы это все сейчас посмотрим. Даже отмазка есть, видите. А так стена абсолютно кирпичная. О, вернее, целая. Давайте вот так отойду. Сейчас посмотрю. Но водослюной системы нету. Это уже соседи. Кстати, люди ненавидно переехали. Мне сказала хозяюшка. Забор металлический. Ворота есть. И забор. Вот это прям до соседнего. Все вот это ваше. Фронтон давайте мы с вами посмотрим. Вот так выглядит. Как я сказал, люди здесь кровлю полностью поменяли. Ну, в принципе, здесь все нормально. Давайте немножко еще раз покажу вам, как выглядит у нас придурая территория. Машину. Можно даже и камаз, и трактор. Все что угодно поставить. Потому что есть у меня подписчики, которые для них это очень и очень даже важно. Заходим сюда и хочу показать вам двор. Смотрите, дворик, в принципе, по размеру неплохой. Здесь можно поставить два или три автомобиля, либо какой-то большой один грузовик. Ворота я, в принципе, вам показывал снаружи. Вот так они выглядят внутри. Единственное, тут покрасить. А так забор, в общем, прям хороший. Там оцинкованные листы. И с этой стороны тоже самое. Вот это строение, друзья, это подвал. Подвальчик, видно, у нас он такой крытый. И здесь раньше были деревянные доски. Вот деревянные доски. Их надо здесь либо залить плиту, либо доски еще сделать. И будет подвал. Глубина здесь, друзья, сейчас скажу. Где-то, ну, метр шестьдесят, метр пятьдесят. Это будет точно. Так, что касается, ну, отдушины все это сделать. Вентиляция, чтобы была хорошая, и будет вообще замечательно. Либо просто это все засыпаете и забудете, что его, по сути, даже как будто и не было. Так, давайте мы посмотрим стена. Здесь стена абсолютно нормальная. Деревянные окна. Вот здесь окна не надо менять. Вот только покрасить и все. А вот тут, друзья, вот желательно поменять. В будущем веранда. Но внутри мне что понравилось. Состояние очень хорошее дома. Кровлю, я смотрю, с этой стороны абсолютно нормальная. Даже вот видно, торсаду поменяли. Счетчик на углу вот этого дома я вам показывал. И давайте вот сейчас покажу визуально, как у нас выглядит домик. Друзья, что вот этот дом, он полностью жилой. Что вот этот, то же самое. Оба дома полностью газифицированы. Еще раз повторяю. И еще давайте хочу показать. Здесь сокольную часть взяли, делали оцинковкой. Деревом все это обшито. Как я говорил, окна пластиковые поменяли здесь. И с той стороны тоже самое обязательно покажу. Здесь, девчонки, вот смотрите, розы. В принципе, уже хорошо, приятно. Ну и с этой стороны тоже самое. От калитки до вот этого дома. И плюс еще там есть летняя кухня и гараж. Есть забетонированная дорожка. И прямо вот начиная от калитки. Прямо начиная от калитки. Вот то дерево, это соседнее дерево. Давайте мы посмотрим. У них как-то дома стоят в границе. С соседними участками. И вот так выглядит. Там шифером обшито. Потом толью. Кстати, водосливная система полностью тут. Она есть. И газ к этому дому, видно, подключен. В принципе, состояние неплохое. Ну здесь отмостки нету. Взяли немножко. Отбили черепицы. Уже неплохо. И сюда давайте мы сейчас пойдем. Я сейчас всех хозпомещения покажу, друзья. А потом мы с вами уже походим и по тому, и по тому домику. Вот он гараж, небольшой. Давайте мы посмотрим, как выглядит с этой стороны вот этот домик. Ну видно, что он снаружи покрашен. Ну известью будем так говорить и выделение. Вот как, допустим, видите зеленое. А сам дом колхозного кирпича, как мы его говорим. Видно вот лаз на чердак там есть. Тоже кровля. Состояние в принципе неплохое. Коньков нету. Здесь вот почему-то в Ставропольском крае вместо коньков как бы цементом заделывали. Но видно, что цемент прям хороший. И тут, и там со всех сторон он не отошел. Ну давайте вот так мы еще раз посмотрим, как выглядит сам двор. Ну и конечно визуально, как выглядит вот этот дом. Как я сказал, что здесь полностью кровлю именно поменяли. И на самом доме, и конечно же на самой веранде. Здесь давайте мы посмотрим. Вот тут окно в принципе покрасить и все. И чопики, как штапики. Их в некоторых местах поменять. Вот, а так смотрю, она не гнила. Вот именно с той стороны. Здесь цоколь. Ну подправить цоколь и все. Здесь отмостка. Тут мы видим, вот так выглядит стена. Кстати, абсолютно нормально. Трещин нету. Давайте мы глянем, что у нас за вот этой дверью. Здесь в принципе тоже нормально. Вот это граница уже с соседями. Здесь по окнам тоже только покрасить. Это, друзья, просто краска отходит. Сразу вам говорю, а так вот смотрите. Окна вот, допустим, сюда добавить штапик. И будет все хорошо. И повторяю, что окна двойные. Окна двойные. Здесь тоже самое. Мне радует, что форточки открываются, закрываются. И вот такая отмостка. Немножко давайте вот так отойду. И покажу, как выглядит с этой стороны. А это, друзья, гараж. Уже гараж. Кровля, смотрите. Здесь у нас шифер. Все есть. Ну в принципе, гараж как гараж. И давайте мы сейчас выпарим, глянем. Здесь, смотрите, хоздвор. Люди закрыли, вернее, перегородка шифера. Гаражные ворота деревянные. Давайте мы сейчас зайдем, посмотрим, что тут. Вот шпингалетик мы сейчас откроем с вами. И вот такой гараж. Ну скажу так, для Жигули вполне достаточно. Для легкового автомобиля видно, что он полностью кирпичный. Здесь потолок легкое такое провисание. И потолок невысокий. Ну, по крайней мере, я спокойно ходил. Не цеплял головой. Здесь то ли бетон, то ли такая глина, то ли асфальт. Немножко не могу понять. И даже вот такая есть яма. Вот такая яма для Жигули вполне будет достаточно. Ну, опять же, друзья, не обязательно его рассматривать как гараж. Как хоз помещения вполне будет приемлемо. Вот тут я стою, иду в рост человека смело, не цепляясь головой. Дальше. Здесь, друзья, вот он навес. Тоже он, в принципе, пригодится. Это вход. Такая, как бы назовем, летняя кухонька. Здесь, друзья, вот это, что вы видите, это заходит центральный водопровод. И давайте вот откроемся. Кстати, здесь пластика дверь. Вода центральная находится именно вот в этой летней кухне. Тут жила, я так понимаю, бабушка когда-то. Давайте я ведро даже поставил, чтобы вам напор показать. Вот напор хороший. Даже там и вода прозрачная, и не вонючая. Все, закрываем. Все, мы закрыли. Теперь смотрите, вот такое помещение. Здесь газ. Газовая плита. Кстати, обращаю внимание, потолок полностью пластик. Стены просто у нас, будем говорить, чем-то обшиты. То ли МДФ, то ли гипсокартон. Не могу понять. Щетчик газовый, друзья, располагается вот с этой стороны. Здесь, не знаю, что-то, то ли печка, что-то стояло. И давайте мы посмотрим, что тут будет. Ну, я вам скажу, для летней кухни что-то, я не знаю, там, самогоночку поварить. Рыбку пожарить, закрутки вполне будет достаточно. Вполне будет достаточно. Здесь, смотрите, что у нас находится. Вот такой двор. Вот такой двор. Двор, в принципе, не маленький, большой. У соседей, видите, какие прекрасные большие деревья. Здесь, друзья, это, как же вы правильно называть? Ой. Сейчас, 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 сейчас. Бассейн мы его называем. Тут даже вода есть, смотрите. Раньше это завозили в воду когда-то. Ну, потом, когда центральный водопровод провели, оно, по сути, не надо было. Здесь уже вот тоже фронтон поменяли. А уже здесь обшито простым рубероидом, друзья, и все. Простой рубероид, отмазки тут нету. Здесь немножко она будет окно заделать. Вене вот вокруг. И все. Давайте вот так посмотрим, что у нас тут. Двор здесь большой. Прям очень большой. Кстати, слива ваша. Слива ваша. Здесь еще есть виноградник. Смотрим его. Виноградник там. Еще есть плодовые деревья. А вот это строение, что вы видите, это, друзья, банька. Давайте мы посмотрим, как летняя кухня выглядит с этого ракурса. Помните, я говорил, что тут у нас еще перед ним есть вот такой навес. Здесь, смотрите, все забетонировано. Вот эта площадка. И в сторону огорода. Хоть бетон старенький, но, по крайней мере, грязи не будет никакой. Немножко вот так отойду. Вам хочу показать, как выглядит банька. Даже у нас на чердак можно что-то положить. Здесь, кстати, состояние, в принципе, баньки неплохое. И крыша даже хорошенькая. Давайте мы откроем деревянную вот эту дверь и зайдем. Ну, это как предбаник мы ее назовем. Здесь обшито вот шифером. Не знаю, для чего делали. Ну, по крайней мере, для баньки это пойдет. Здесь на полу видно забетонировано. Тут немножко заставлено, но покажу, где у нас топочная. Вот дверца. И здесь, друзья, если что, можно дровишками топить баньку. Банька здесь абсолютно простенькая, без какого-либо фанатизма. Деревянная дверь, кстати, хорошая. Заходим сюда. Даже, видите, на полу плитка. И вот она печка. Давайте мы посмотрим, что тут. А, здесь бочка какая-то должна стоять, по идее. Все, здесь бочку по-любому. Надо будет поставить. Труба есть. Потолок тоже самое. Обшит пол. Друзья, у нас вот такой с плитки. Даже есть сливная ямка куда-то уходит. И вот такая лампочка тут. Банька. Все, тут есть. Идем дальше. Давайте мы сейчас участок посмотрим. Посмотрим, здесь у нас вот такой проход. Здесь что у нас? Вон, вот этот соседний уже участок. Так, давайте мы посмотрим, что у нас. Вот так банька выглядит с этого ракурса. И что у нас тут? А здесь вот то ли куры под навес этим находились. Не знаю, тут был какой-то сарай. Видите, его разобрали. Прямо вот видно, что он был когда-то тут. Хоз помещения, друзья, вот там есть. Но они такие простые. Уличный туалет. Вон он, деревянный. Здесь вот абрикосина. Здесь, кстати, черная смородина. Вот она. Это ваши кусты. Айва. Здесь, видно, положили с, будем так говорить, черепица остатки. Ну и сарайчики такие, друзья, простенькие. Здесь простенькие. Для курей вполне будет достаточно. Но в будущем, если вдруг хозяйство какое-то, надо поболее. Вишня. Даже их тут несколько штук. Прямо несколько. Проходим сюда. Радует, что участок чистый. Не заросший. Вот раз виноградина. Вторая. Какая виноградина? Вишня, господи. Здесь что у нас? А тут тоже абрикосина. Да, абрикос. Вот она. Здесь я вижу виноград даже посаженный. А вот у нас два куста. И вон еще два или один куст такой. Видно, что сорта абсолютно разные. Здесь давайте мы выйдем. И посмотрим, что тут. Ну, это сетка рабица. Вот видите, сарайчик. Это уже, ну, его надо будет снести. Это уже граница. Здесь 15 соток земли. Дальше там, друзья, есть заезд. И вы можете там сено складировать. Там как бы поляна. Вот видно у соседей. Там сено, солому привез и так далее. А участок, вот он, пожалуйста. Там домов, огородов нет. Огород только вот, допустим, с этой стороны. И также вот с этой стороны тоже самое. Речушка находится, друзья, вот там. Как я с улицы, где-то вот 100-150 метров. И будет речка рядом. Кстати, тут прям зелень у соседей тоже очень много. Но радует, что есть где-то около 6-7 деревьев. Уже прекрасно. Конечно, всегда хочется больше. Но что есть, то есть. Вы же мне просите, чтобы для вас находил недорогое жилье. Друзья, стараюсь, стараюсь. Сейчас очень крайне тяжело искать. А если даже не находятся, приходится предавлять очень большие расстояния. Как вот сейчас я проехал где-то чуть более 300 километров, чтобы вот снять обзор этого домика. Знаете, я скажу, в принципе, неплохо, чистенько, аккуратненько. В этот домик мы чуть попозже зайдем. Давайте мы сейчас зайдем именно вот здесь. Здесь забетонированы ступени, деревянная дверь и такой небольшой козырек. Окна тут абсолютно целые, не гнилые. Как я говорил, только покрасить. Дверь, в принципе, тоже нормально покрасить. Давайте мы зайдем. Снутри она выглядит вот таким образом. Заходим. Это веранда, друзья. Полы хорошие. Полы хорошие. Единственное, что-то тут ремонт, когда делали, кстати, внутри ремонт есть, что-то хотели отодрать, поправить. И верно, вот эта веранда потом когда-то пристраивалась. Вот прям видно. А уже основная стенка, это вот она. Для веранды, в принципе, помещение такое хорошее. Здесь давайте покажу потолок. Вот тут покрасить. И будет вообще идеально. В принципе, идеально. Что касается входной двери, тоже состояние двери неплохое. Хоть оно деревянное, старенькое, но будет по-любому надежное. Снутри она выглядит вот так. И заходим уже в домик. Домик этот небольшой. Здесь, смотрите, взяли, сорвали полы и сделали стяжку. Плюс штукатурка. Зашпаклевали. В некоторых местах даже проводку поменяли. Высота потолков тут как минимум 2,50. Видите, все полностью зашпаклевали. Вот видите, проводку в некоторых местах. Сделали, вот допустим, здесь розетка, выключатель. Здесь розетка. Окна здесь двойные. Внутри уже они поинтереснее. Стекла абсолютно целые. Вот если брать тут. Давайте еще раз я вот так покажу. Потолок тоже нормально. И мы опускаем камеру, чтобы мои клиенты, подписчики максимально владели информацией. Но знаете, я скажу, вот если брать здесь, вот эту комнату можно сделать как кухню. Тут видите, газ печка. Сейчас мы о ней поговорим. А вот тут можно такой какой-то столик обеденный и кушать. Это возможно. Что касается вот этой кухни. Здесь стоит газ форсунка. Все это работает, никто ничего не отключал. Стяжка, все есть. Вон берите линолеум, стелите, будет все хорошо. Также стены полностью заштукатурены и зашпаклеваны. Потолок тоже самое, абсолютно нормально. Давайте мы немножко вот так зайдем. Даже вот плинтуса ждут вас. Давайте я сейчас покажу, как это выглядит вот именно с этой стороны. Здесь мы видим выключатель. Лампочка, все это горит. А в этой части мы видим розетка, ну и окна. Форточка тут есть. Единственное, что вот здесь стекло лопнутое, и все. А так двойные стекла, друзья, тут. Давайте еще раз покажу, как выглядит печка. Вот так у нас выглядит в Сарапольском крае печка. Заходим дальше. Здесь мы видим деревянную дверь со стеклением и абсолютно нормальном состоянии. Даже у нас здесь, видите, ручка. И даже с ключом замок. И вот она комната. Комната, я не знаю, можно ее как назвать, спальня. Но еще раз повторяю, что на участке два небольших домика. В принципе, для двух небольших семей это вполне будет достаточно. Здесь полы уже деревянные. Сверху МДФ. И я скажу, полы хорошие. Полы довольно хорошие. Есть такая легкая неровность. Но для таких домиков это вполне-вполне приемлемо. Вот я сейчас специально по краям иду, чтобы почувствовать, как. Ну тут видно, что МДФ поменяли. Вот в этом месте. Давайте вот так пройду. Здесь не исключено, что и даже под ними доски потом поменяли. Но для полов, для такого домика вполне будет нормально. Что касается стен, друзья. Обращаю внимание, стены точно так же зашпаклеваны, побелены. Или можете покрасить уже. Здесь я вижу, вот выключатель поменяли. Розетку тоже поменяли. Вот она есть. Окно на открывание. Форточка есть. Состояние абсолютно нормально. Внутри только мусор там убрать и все. Ничего не внутри вообще не гнилые. Да и снаружи хорошие. А вот эти два окна выходят на улицу. На улице. Давайте даже я покажу вам, чтобы видели и знали. Раз. И окна абсолютно тоже хорошие. Вот там немножко как бы два стекла соединили. А тут что у нас? Тут все целенько. Давайте мы глянем, что за красота нас тут ожидает. Здесь стекла абсолютно все целенькие. Кстати, подоконники хорошие. Не окна, друзья. Я скажу, довольно хорошие. Давайте мы еще раз вот так встанем. Я вам проведу, покажу. Люстра. Все это есть. Здесь можно, друзья, как и гостиная, спальня. Как вам удобно. Потолок. Ну, у стареньких потолков такое есть легкое провисание. В общем, потолки хорошие. В некоторых местах они зашпаклевали, но еще не покрасили. Но я скажу, друзья, за такую сумму на участке два жилья, я надеюсь, что я вам угодил. Я надеюсь. Конечно, у меня будут некоторые комментаторы, которые скажут, красная цена этого дома 1200, 100 или 300. Я с вами не соглашусь. Тем более, смотрите, сейчас возьмите, поменяйте кровлю на вот этом доме. Да, она как минимум обойдется вам 1100. Это как минимум. Если вы будете нанимать людей, это как минимум. Еще раз повторяю. Понятно, что есть какие-то моменты, которые надо будет сделать, переделать. Но, мои хорошие, что вы хотели? Я уверен, 100%, если бы ваш был этот дом, вы точно так же его продавали. Не исключено, а даже, возможно, и подороже. Один домик. И вот он наш, как говорится, второй домик. Ну, теперь давайте мы сейчас зайдем сюда. По окнам. Так, давайте по окнам. Здесь посмотрим, окна деревянные. Состояние, в принципе, неплохое. Давайте ближе подойду, чтобы вам показать. Здесь, в принципе, они целенькие, не гнилые. Но это дом постарше чувствуется. Да, вот это просто покрасить. И все, деревяшки эти, они абсолютно целые. Здесь точно так же цоколь обшили оцинковкой. В этой, на этой стороне окно на открывание пластиковое. Вот эта веранда здесь какое-то время прослужит. Вот это окно. Ну, желательно, конечно, покрасить. Краску вот эту убрать. И этими штапиками немножко заделать. Просто тут в некоторых местах их нету. Здесь у нас вот эту часть взяли, обшили оцинковкой. Не знаю почему. Там я не могу посмотреть. Здесь деревяшка. Потом покрасить. Здесь окна, в принципе, тоже года 3-4. Даже больше немножко прослужит. Вот тут немножко стекло поставили. И вот здесь, внутри. А, тут два куска. А, и тут два куска. Все, да. И тут в некоторых местах поменяли или добавили. Здесь покрасить, в принципе, можно. Так, смотрю. Так, она деревяшка как бы года 3-4 прослужит. Да, друзья, прослужит по-любому. И смотрите, здесь вот мы видим водосливная система. Полностью вот такой навес. По всей длине вот этого, этой веранды. Ну, где-то ширина метр. Метр я спокойно тут хожу. Если вдруг скажете низко, вот смотрите, сколько сантиметров. Где-то 20-25. Я спокойно хожу. Ничего мне тут не мешает абсолютно. Здесь входная дверь пластиковая. Ну, и давайте сейчас зайдем, посмотрим, что у нас там внутри. Так, открываем и заходим. Ух ты ж, прихожка какая, друзья. Так, закроем. Здесь, смотрите, ну, веранда, она, понятно, что не отапливаема, но здесь стяжка. Все деревом обшито. Вот эта стенка, я так понимаю, МДФ. Вот у меня вот та сторона. Досточки такие хорошие. Свет тут есть. Ну, тут видно скос. Ну, вот я с краю стою. Давайте мы глянем, что у нас тут. Сколько сантиметров? 10-15 будет? Друзья, я тут не цепляюсь. Здесь единственное, что вот я когда заходил, ну, чуть-чуть я нагинался. Вот именно в этом месте. Давайте мы глянем, что... А, тут, блин, гвоздем прибита тряпка. Ну, внутри оно намного лучше выглядит. Деревяшки вот эти. Окно, если точнее. И давать, вон, розетку люди добавили. Вон, выключатель. Ну, веранда хорошая, хорошая веранда. Дверь хоть старенькая, деревянная, но, друзья, очень надежная даже. Внутри она вот так выглядит. Сразу свое детство вспомнил. У моей бабушки тоже вот этот крючок. Вы помните, вот так все время стирался детство. Ну, тут эта дверь уже такая спокойная. Я не нагинаю, спокойно захожу. Полы идеально крепкие. Ну, не говорю, что идеально ровные, но идеально крепкие. Даже у нас тут двери. Давайте мы вот одну дверь вот так закроем, чтобы нам было понятно. И... О, даже они не цепляют тут. Вот я... Вот так. Давайте мы еще раз вот так поднимем камеру. А ну, что у нас тут? Ага, свет, вот он есть. А тут где свет есть? А, выключаю. Опа! Да будет свет, сказал монтер. Высота потолков тут, друзья, где-то 2,42-2,45. Стены тут, в принципе, хорошие. Хорошие. Заходим, смотрим вот эту дверь. Здесь все отлично. Забегаем. Ой, полы меня прям порадовали. Полы покрашенные. Даже поклеенные обои, мои хорошие. Ёба-боба! Представляете? Здесь поклеенные обои. Давайте вот покажу сначала вам полностью обои. Полностью. Вот это окно, видно, заложили. Здесь, кстати, проводка, плетенка. Вот она, плетенка. Здесь я вижу розетка. Окно на открывание. Давайте, это вот у нас смотрит на хуст двор. Здесь деревянный подоконник. И пенка видно. Но в будущем надо будет откос по-любому сделать. Толщина стен хорошая. Тут 40 сантиметров. Вот в этом месте это как минимум. И вот эта сторона, где у нас печка. Газ, форсунка. Все это есть. В принципе, девчонки, вот здесь можно кушать, готовить. Даже можно и газовую плиту куда-то поставить сюда. В принципе, состояние нормально. А вот это что за выключение? А, вот. А, чтобы вам было видно. Все понятно. Полы хорошие, полы хорошие. А вот тут можно обеденный стол какой-то поставить без всяких проблем. Легко. Прям легко. Я лично бы поставил вот сюда обеденный стол куда-то. А вот здесь можно диван какой-то поставить. Ну, а здесь у девчонки такой закуток, чтобы маленький столик что-то приготовить кушать. Либо вот где веранда. Это тоже можно все организовать. Давайте мы немножко вот так отойдем. По балке вам скажу. Вот здесь балки вот так выглядят. Здесь вот такое провисание. Балка здесь, в общем, неплохая. Вон она, вторая балка. Она побелена. Здесь. Смотрим. Ну, здесь вот, когда крышу, наверное, меняли. Вот это осталось. Ну, сейчас я не думаю, что течет что-то. Паша, крышу видно, что прям недавно поменяли для вас. Все здесь потолками. И все хорошо. И давайте вот комнату посмотрим. Дверь. Здесь будете нагинаться. Я думаю, вам видно. А в шкаф нас сразу встречает. Давайте мы сразу смотрим пол. Пол тоже хороший. Есть такое, знаете, вот середина. Все ровненько. Чуть-чуть туда упала. И чуть-чуть сюда упала. Ну, это не сильно, друзья. Это, я думаю, вот так вам видно. Здесь высота потолков чуть-чуть меньше будет. Где-то 2,42-3,5. Свет у нас тут есть. Потолки, в принципе, неплохие. Для такого домика. Да, потолки здесь неплохие. Стены. Давайте у нас все зашпаклевано. В принципе, осталось покрасить и все. Розетка находится тут. Вот она. Здесь, смотрите, откосы уже сделали. Окно на открывание. Давайте мы даже посмотрим, что за открывание у нас вот такое. О, есть. И даже на проветривание и москитная сетка. Вообще, эту раму не убирали. Поверх рамы это сделали. Тут, друзья, состояние окон, в принципе, неплохое. Здесь вот двойные стекла. Потом вот тут осоединили два стекла. Здесь у нас, я так понимаю, как бы есть форточка, но ею тут не пользуются. С этой стороны, в принципе, то же самое. Но подоконники прям хорошие. Нет, я скажу, окна по-любому долго-долго вот именно вот эти прослужат. За исключением, которое я показывал вам, вот где та веранда. И вот которая та веранда. Ну, тут видно, наверное, окно было, его заложили. Здесь, смотрите, вот он выключатель и розетка. Ну, давайте мы свет. Вот он включился. Отлично. Да будет свет, сказал монтер. Посмотрели с вами на участке два домобладения. Напоминаю, что дом находится Ставропольский край, Ипатовский район, село Тахта, Перелок, колхозный, номер дома 8. И обязательно, друзья, ниже в описании будет указан номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Если вдруг до хозяюшки или до собственника не дозвонитесь, не переживайте про дублим номер телефона моих помощников. Если что, можете смело им писать и звонить. А если, друзья, вы хотите, чтобы лично я приехал для вас, снял обзор недвижимости, я имею в виду, сейчас речь идет о собственников, потому что очень много интересных домов, которые собственники выставляют на Авито. Ну, немножко неправильно доносит информацию. На самом деле, она немножко даже не доходит до покупателей. Друзья, я готов приехать к вам, тот дом, который вы сейчас продаете, снять обзор, естественно, указать ваш номер телефона, где вам напрямую будут звонить наши уважаемые подписчики. Друзья, напишите ваше мнение касается этого домовладения. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.